ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! С вами Дмитрий Платонов, Насос и ДАВ. Мы находимся в Казани, и за моей спиной дом, в котором установлен изитвин. Почему мы приехали сюда? Дело в том, что в этом доме 98 квартир и 14 этажей. И в каждом из этих этажей комфортное давление воды благодаря всего лишь одному изитвину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, судя по низкому уровню шума, именно здесь смонтирован изитвин. Давайте посмотрим, как у нас все устроено в техпомещении. В дальней части этого техпомещения мы с вами видим изитвин, который смонтирован на подставку изитвин. Также видим, что смонтирован шкаф питания, изитвин ему подключен, он однофазный у нас изитвин. И также мы видим на переднем плане привет от старой системы. Это бак, который здесь использовался ранее. Видите, какой он громоздкий и как неудобно его, наверное, демонтировать. Именно поэтому его оставили. Но мы видим с вами, судя по крану, кран у нас перекрыт. И поэтому можем сделать вывод, что сейчас этот бак в жизни системы водоснабжения никак не участвует. Ну что, давайте посмотрим, как себя насосы проявили с момента установки. Начнем с того, которое работает. Итак, мы с вами видим, что сейчас текущее давление, которое поддерживает насос, это 6 бар. Так как мы видим, что насос потребляет всего 0,15 кВт или 150 Вт и вращается на скорости примерно 1000 оборотов в минуту, мы можем сделать вывод, что у нас есть входящее давление. К сожалению, точный параметр мы обозначить не можем, так как здесь манометр не установлен. Ну и что мы с вами видим? На данный момент расход в системе составляет 2 литра. Вот он у нас увеличился до 10 литров примерно. Потребляемая мощность колеблется от 200 до 250 Вт. Насос у нас отработал 8727 часов. Из них 3517 часов перекачивал воду и пережил 18018 включений. Что касается экономичности, то насос сэкономил 72%, опять же, за счет того, что у нас есть входящее давление, за счет того, что у насоса есть число. Если же говорить о системе, мы видим, что два насоса, один из них перекачал 5942 куба за время с момента установки. Ну и также мы видим, что у данного насоса у нас произошло 14 сбоев в момент работы. Мы можем с вами увидеть, когда был последний сбой. Вот, например, были проблемы с напряжением примерно 100 часов, даже не 100, чуть меньше, где-то 75 часов назад. Второй насос, давайте посмотрим и на него. Здесь у нас те же самые 6 баллов. Сейчас насос у нас отключен. Мы с вами видим, что у нас насос видит, какой расход в системе сейчас. Видим, что он у нас отработал 8723 часа. Из них перекачивал воду 3589 часов и пережил 15780 пусков. Этот насос у нас более интенсивно, кстати, работает. Можем обратить с вами внимание, что 1% времени он работал на 80% от мощности. Но все равно насос сэкономил 70%. Ну и также мы с вами можем видеть, что насос перекачал 6025 кубов, что достаточно много больше, чем второй насос. И видим с вами, что этот насос, у него было всего 3 неполадки за время работы, за более чем 8000 часов, которые, естественно, дальше были исправлены. Ну что ж, с вами был Дмитрий Платонов. Большое спасибо вам за внимание. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите наши видео, вступайте в Куб профессионалов. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока.